Аттестации обучающихся 9 классов. Все вы знаете, что в этом году поменялся формат итоговой аттестации. По новому формату задание в этом году экзаменационной работы для обучающихся 9 классов готовило управление образованием. Для этого у нас в этом году 10 учителей-предметников плюс специалист управления образованием проходили курсовую подготовку в январе месяце при Министерстве образования и науки. Позже при управлении образованием были созданы две рабочие группы. Первая это рабочая творческая группа, которая составляла экзаменационные задания и вторая группа экспертная, которая проверяла эти задания. Сегодня мы вам постараемся рассказать о том, как должны проводиться экзамены, как будут проводиться такие задания. Сейчас коллеги расскажут о спецификациях по предметам ЕНН и ОГН. Если вдруг будут какие-либо вопросы, то, пожалуйста, пишите в чат или же можете отправить нам в письменном виде на электронный адрес. Вы знаете, что со следующей недели начинаются выезды наших методистов по отделам образования, которые будут работать именно с заместителями директоров по учебной работе. И можно будет эти вопросы там разобрать. Сейчас я слово предоставлю Саверану Махановне. Она вам расскажет о ходе и познакомит с инструкцией. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне познакомить вас с инструкцией о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся 9 классов в организации среднего образования. Как вы знаете, итоговая аттестация это процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимся, объема учебных дисциплин предусмотрена государственным обязательным стандартам соответствующего уровня образования. Форма проведения итоговой аттестации будут, как всегда, школьные и выпускные экзамены, которые будут проводиться на базе школы, где обучаются выпускники. Сроки проведения будут установлены приказами Министерства образования и науки Республики Казахстан о завершении учебных годов и проведении итоговой аттестации обучающихся в организации среднего образования. Как вы знаете, в этом году формат итоговой аттестации изменился. Будут проводиться итоговые аттестации по четырем предметам, то есть четыре экзамена. Три обязательных и один выборный. Письменный экзамен по родному языку, по языку обучения. Это будет письменная работа в форме эссе для обучающих школ с углубленным изучением предметов. Гуманитарного цикла. Письменная работа, статья, рассказ, эссе. Письменный экзамен по математике, а именно по алгебре. И письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским, с узбекским, уйгурским, таджикскими языками. И письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения. И четвертый предмет, это будет по выбору. Предметом по выбору в этом году установлены физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература по языку обучения, иностранный язык, английский язык и информатика. Продолжение следует... Объем указан 450, вы все получили спецификации. По этим спецификациям мы выставили вот эти количество слов. Время отводится 2 часа, максимальный балл за работу 20 баллов. Также письменный экзамен для остальных обучающих. Это было для углубленных, а для остальных обучающих. Письменный экзамен в форме эссе. Объем лексики 170-200 слов. Максимальный балл 20 баллов. И время работы 2 часа. Математика. Письменный экзамен. Структура экзаменационного работы составляет будет 10 заданий с множеством вариантов ответов и 10 заданий, требующих кратких, развернутых ответов. Максимальный балл у нас будет составлять 50 баллов. Время 3 часа. А также в школах с русским языком, узбекским, таджикскими языками обучения устный экзамен, вернее в школах с казахским языком обучения письменный экзамен. Также отводится на него 2 часа 20 баллов. Структура экзаменационной работы будет составлять 300-350 слов. То есть написание эссе. И четвертый выборные предметы, как я уже назвала вам, это 10 предметов инвариантной части. Мы сейчас выставили вам предметы, которые имеют максимальное количество баллов 50 баллов. Это химия, физика, биология. Эти 3 предмета имеют максимальное 50 баллов и время отводится 2 часа. Предметы, такие как география, история Казахстана, всемирная история. На эти предметы отводится 2 часа, максимальный балл 30 баллов. Сразу нужно будет оговориться, что письменные работы, эссе и математика выполняются в рабочих тетрадях, проштампованных в уголке. Остальные выборные экзамены будут выполняться в книжках, предоставленных отделом образования. Иностранный язык, он будет у нас представлен английским языком. Также будет письменная работа. Структура работы предлагает работу с текстом. В количестве 180-200 слов. Время работы 2 часа. Максимальное количество баллов 20. И литература. Письменный экзамен, он также будет состоять из 80 заданий, требующих кратких развернутых ответов. Максимальное количество 30 баллов. Время отводится 2 часа. Геометрия и информатика. На них также отводится 2 часа. Максимальный балл 30 баллов. Нужно еще отметить такой факт, что мы отправляли отделом управления образования в отдел образования. Было направлено письмо от 7 февраля за номером 13-05-476. О предоставлении списка обучающихся на экзамены. Они выполняются у нас в приложении номер 5 к инструкции о проведении итоговой аттестации. Пожалуйста, отдел образования. Большая просьба заполнить нам в таком формате в приложении номер 5 и отправить отдел образования до 24 февраля. По ним будет формироваться база и будет отправляться количество работ в каждой школе области. Помимо этого, заинтересованные учителя, то есть работающие в школах и преподающие своим внукам, племянникам, должны заполнить декларацию. Она также приложена в приложении к инструкции. Эта инструкция будет доведена до всех организаций образования в кратчайшие сроки. Декларация – это приложение номер 2, форма заполнения. То есть ее заполняют и оставляют у себя в школе. Спасибо, Сайра Нарухановна. Мы продолжим работу. Все отделы образования вы получили спецификацию по предметам. Сейчас мы остановимся на спецификации по предметам на предметах ЕНН и ОГН. Это приблизительно, что и как. А позже, когда уже к вам приедут наши методисты, вы можете уже поработать конкретно с ними. Слово предоставляется Зауре Шнур-Оливне. Она у нас руководитель отдела обновленного содержания образования. Она была в числе тех представителей, которые проходили курсовую подготовку при Министерстве образования. И она же является одним из разработчиков экзаменационных материалов по предметам биологии и химии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, остановимся на спецификации итоговой аттестации по предметам биологии и химии. Спецификация в основном содержит требования к содержанию структуры и проведению итоговой аттестации, проведение суммативного оценивания. Спецификация итоговой аттестации составлена в тесной связи с системой критерального оценивания и учебной программой обновленного содержания образования. Если вы видели в заданиях, в основном опирается на таксономию Блюма. Содержание экзаменационных работ направлено на достижение ожидаемых результатов учебной программы по предмету и навыкам, которым должны обладать обучающиеся. Оценивание экзаменационных работ осуществляется по бальной системе и определяет процесс соотношения к баллам, ставится в соответствии с оценкой. Далее, экзаменационная работа по предмету химии и биологии состоит из двух частей. Часть А включает вопросы с множественными ответами и часть Б включает вопросы с краткими и развернутыми ответами. Время на выполнение заданий по предмету биологии и химии составляет 2 часа. В части А по предмету биологии и химии содержится 15 вопросов заданий с выбором одного правильного ответа из 4 предложенных ответов. Каждое задание оценивается в один балл. В части Б содержится всего 4-5, но структурированных заданий, состоящих из нескольких вопросов. Задание оценивается, каждое задание оценивается от 2 до 10 баллов. В итоге максимальный балл по предмету биологии и химии составляет 50 баллов. То есть учащийся при выполнении задания части А набирает 15 баллов, части Б – 35 баллов. Задача оценивания ЗОО-1 у нас указана на слайде и ЗОО-2. Задача оценивания 1 – это задание на знание и применение. То есть здесь учащийся владеет основными законами, определениями, понятиями, теориями. ЗОО-2, задача оценивания 2 – оценивается применение информации. То есть это систематизация, информация и выполнение различных расчетных задач, определяет этапы работы и дает правильное обоснование данному ответу. Как идет распределение баллов по оцениванию? Распределение баллов по оцениванию ЗОО-1, вы видите, 25 баллов и задача оценивания 25 баллов. То есть в первой части 25 баллов – это на знание и применение, в второй части 25 баллов – это обработка, применение и оценивание информации. Всего 50 баллов. Распределение баллов по раздельной учебной программе. В данном случае в первом сайте показана учебная программа по предмету химия, состоит из пяти разделов. Баллы распределены по разделам, то есть в зависимости от цели обучения и количества заданий. В предметах биологии четыре раздела, также оценивается по четырем разделам. Далее, процесс выставления баллов за экзаменационную работу осуществляется аттестационной комиссией на основании представленных схем выставления баллов. Выставление баллов учащихся переводится в оценку согласно шкале перевода баллов в оценку. В данном случае у вас показываются баллы экзаменационной работы, набранные учащимися, процентное содержание выполнений и оценка. Оценка 2 выставляется, если обучающий набирает от 0 до 19 баллов, то есть всего выполнение работы составляет 39%. Оценку «Отлично» учащийся получает при выполнении заданий 85-100%, то есть набранные баллы составляют 43-50 баллов. Оценка 4 – 65-84% выполнений, количество баллов должно составлять от 33 до 42. И количество удовлетворения, оценку «3» получает при баллах 20-32 баллов, то есть при выполнении 40% заданий учащийся получает оценку «3». Дальше оценка «5» обучающийся получает при демонстрации глубокого знания по предмету. Оценка «4» – когда демонстрирует хорошее знание по предмету. И оценка «3» – обучающийся дает только базовые знания предмета. И оценка «2» – если у обучающихся отсутствует базовые знания по данному предмету. Сейчас остановимся примерно на вопросах, которые у нас составлены разработчиками. И вы примерно за такие задания у вас спецификации имеются. В конце каждого вопроса в квадратных скобках указывается начисляемый за него балл. В качестве руководства представляется схема обоставления баллов, которая указывает количество баллов, предсваиваемых за каждый верный и правильный ответ. На слайде вы видите примерно задания по биологии, где показана работа с рисунками. То есть задания могут быть различного типа, на соответствие, на дополнение ответа, заполнение таблицы, задание на правда и ложь, работа с рисунком. В данном случае показана работа с рисунком. Ребятам, учащимся необходимо обозначить на рисунке два органа – пищевод и пустую кишку. В данном случае линии должны быть четко показывать обозначенный орган. Если линия указывает на два органа, то ответ не принимается. То есть учащийся не набирает баллы. На каждый правильный орган он получает по одному баллу. В итоге два балла. Далее, в задании следующем запишите одно последствие разрешения озонного слоя земли. Слово «одно» указано жирным черным шрифтом. В данном случае ребенок должен составить только одно обоснование, чтобы не застрять свое внимание на другом или не отклоняться от темы, достаточно одного. Даже если он написит 2-3 и больше времени потратит, он все равно получит один балл. И поэтому при работе с учащимся необходимо на это указать. Черным шрифтом в командном слове указывается то, что необходимо. Далее, задание блока «Б». Задание «Блок Б» – это самое сложное задание. В одном задании могут иметь 8 заданий, 8 вопросов. Каждое задание составлено на цели обучения. По предмету химии и биологии берутся предметные знания, учащиеся за 7, 8, 9 класс. В данном случае вы видите, что одно задание включает 6 обучающих целей. Задание «Две цели» вы видите на НВП – это навык высокого порядка. Дальше идут знания на знание и понимание и на применение. В каждом задаче, задаче номер 1, вы видите, в начале всегда идут информационные, краткая информационная информация по данному веществу. В данном случае разговор идет о бензине. Затем идут задания. Далее здесь и также написано «Назовите альтернативный газообразный». Слово «газообразный» опять же выделено жирный шрифт. И за это получает 1 балл. Если учащийся указывает другой вид топлива, то есть газообразный, жидкий или твердый, то ответ не засчитывается. Поэтому необходимо учащийся внимательно вникать в вопрос и обратить на шрифт, указанного в данном задании. Далее в этом задании вы видите 8 заданий. И в итоге за это задание учащийся получает всего 10 баллов. Следующая марш-схема. В конце всех заданий, когда вы получите конверт с заданиями, по каждому варианту, в каждом варианте разработчиками составлена марш-схема. Марш-схема – это для проверяющих. Здесь даются правильные ответы и что необходимо учитывать. Если вот в данном случае вы видите, что вопрос с углекислым газом, написан ответ «углекислый газ СО2 и вода». И рядом дополнение написано, что принять ответ, если ребенок написал вместо СО2 диоксид углерода или оксид углерода 4-х валента. Это одно и то же. То есть все три варианта являются верными. И при расчете вы видите внизу, что если берется 0.20 или 0.21, в обоих случаях ответ принимается. То есть тот ответ, вариант, что принимается, два варианта в иных случаях, проверяющие должны это все учитывать при проверке заданий. Далее, значит, для выполнения задания, в каждом задании, когда вы смотрели в части А и в части А и В, дистрактор не отличается от правильного задания. И поэтому нет. Если, например, дается задание определить сложное или простое вещество, то не может быть такого формула 3 сложных вещества и 1 среди них простой. Ребенок сразу зрителям может определить. Таких заданий, как раньше в тестах заданий, нет. Это экзаменационный материал. И поэтому здесь нужно методом тыкания или определить просто задание ответа не получится. Поэтому нужно обратить на это внимание. Материалы, все материалы, которые выполняются учащимся, вы знаете, что они хранятся в учебном заведении в течение одного учебного года. Спасибо за внимание. Спасибо, Завришна Ролина. Теперь спецификация по предметам ОГН представит нам учитель школы-гимназии номер 3 города Кустаная Домова Завришна. Здравствуйте. Здравствуйте. Good morning, dear colleagues. Итоговая тестация по предмету по выбору английский язык. В соответствии, согласно приказу министра образования от 18 марта 2008 года номер 125 и об изменениях, приказ номер 509 от 26 ноября 2019 года. Итоговая тестация по предмету по выбору английский язык. Если прежний формат был устный, то нынешний формат в 2019-2020 году устный, письменный формат экзамена. Что предполагает предмет по выбору, предмет сдачи нашими обучающимися английского языка? Продолжительность экзамена 2 часа. Учащимся предлагается текст и задания, которые распределены по таскам A, B, C. Таск A включает в себя 5 вопросов. И учащиеся должны выбрать правильный вариант ответа. Таск B, который включает в себя 10 вопросов. И эти вопросы связаны с перефразированием предложения, которое дано в соответствии с текстом. И таск C нужно ответить на вопросы. Максимальное количество баллов по английскому языку 20 баллов. Учащийся представляет как языковую компетентность, так и коммуникативную компетентность. За каждый уровень компетентности учащийся набирает по 10 баллов и итого 20 баллов. Естественно, язык проведения оценивания и самого экзамена на английском языке. Дальше вашему вниманию представлена градация оценок баллов, которые учащийся получает. Далее он выведен в процентное соотношение. И естественно, процентное соотношение выставлено в оценку. Если учащийся при выполнении заданий набирает от 0 до 7 баллов, это 39% выполненных заданий. Это оценка неудовлетворительная. От 8 до 12 баллов. В процентном соотношении это 40. От 40 до 64 процентов. Это оценка 3. Удовлетворительная, сатисфактивой. От 13 до 16 баллов. Процентное выполнение от 65 до 84 процентов. Это оценка 4. Хорошо. И когда учащийся набирает от 17 до 20 баллов. Процент выполнения правильных заданий от 85 до 100 процентов. Это оценка 5. Отлично. То есть, еще раз хочу повториться, что общее количество баллов при выполнении заданий всех трех уровней таска ABC, учащийся должен набрать 20 баллов. Далее, вашему вниманию, учителя английского все поймут, потому что спецификация, разработанная совместно НАУ имени Ибрал Дансарина и Назарбаев интеллектуальной школы, по предмету английский язык идет на английском языке. Здесь, вашему вниманию, представлено, за что мы ставим оценку 5 после проверки, членами аттестационной комиссии оценку 4, 3 и 2. Теперь практическое задание. Ранее я вам сказала, что учащимся предоставляется текст. Их задача текст внимательно прочитать. Теперь вы видите, что в тексте отмечены слова, выделены и подчеркнуты. И эти слова пронумерованы. То есть, это для выполнения таска A, где учащимся нужно выбрать синоним подчеркнутых слов. Варианты ответов учащимся будут представлены. Вот вы видите на этом слайде. И за каждый правильный вариант ответа обучающийся получает 1 балл. Итого за таск A учащийся должен у нас получить 5 баллов. То есть, выбрать синоним. Теперь у нас идет таск B. Таск B может вызвать определенную трудность у наших обучающихся, потому что в соответствии с проводимыми суммативными оцениваниями за раздел и за четверть, у нас не предполагаются такие задания. Поэтому, коль нам пришла инструкция, нам, учителям английского, нужно приложить, я считаю, все усилия, чтобы подготовить обучающиеся, которые выбрали предмет по выбору английский язык, именно к экзамену вот в этом формате. То есть, таск B имеет своей целью расширить не только языковую и коммуникативную компетенцию обучающихся, но и расширить словарный запас, умение перефразировать, имея знания, ранее полученные знания. Это слово у них в задании в таске B будет дано в начале каждого предложения, то есть обучающийся не имеет права менять предложение другими словами. Вот начало предложения дается одно слово или два слова, поэтому обучающийся должен продолжить. То есть, предложение из текста будет дано, ему нужно перефразировать это предложение, чтобы имел такой же смысл. И у нас задание таск C, то есть за каждый правильный ответ один балл. Таск C у нас идет ответить на вопросы. 16 и 17 вопросы у нас идут они по тексту. Если в 16 задании один вопрос, он оценивается тоже, правильность его в один балл, в 17 предлагается два. Один вопрос, но ответить на него двумя предложениями. Учащиеся могут использовать синонимы при ответе на этот вопрос. И грамматически правильно должна быть структура предложения составлена, то есть соблюдая порядок слов предложения. И 18 задание. 18 задание вопрос. То есть на применение уже полученных знаний по данному тексту учащийся учится выражать. В этом вопросе он должен выразить свое мнение по вопросу, который ему дан. И он тоже, обучающийся должен ответить в двух предложениях. За каждый правильный ответ по баллу. Итого у нас получается задание 18, баллов 20. Далее, членом отчистационной комиссии будут представлены варианты правильных ответов. Варианты правильных ответов. Но если обучающийся у нас употребил другой синоним, этот вариант тоже считается правильным. Мы его должны засчитать. У меня все. Всем нам, учителям английского языка, good luck. Хорошо подготовить обучающийся к итоговой аттестации. Варианты правильных ответов. Мы хотели выйти только отделы образования. Но на сегодняшний день мы смотрим у нас 218 участников. Поэтому, если кто-то плохо видел нас, кто плохо слышал, это, скорее всего, уже с собой идет технический перегруз линии. Еще хотелось бы напомнить о том, что задание в этом году для каждого ребенка пофамильно будет отправлено управлением образования. На сегодняшний день у нас 10 тысяч выпускников девятиклассников. Мы отправляли письмо, чтобы нам дали заявку по предметам. По тем предметам, что вы дали, по тем заявкам будут сформированы экзаменационные материалы, которые, как если вы видели в инструкции, за два-три дня будут доставлены в отделы образования. Если нет вопросов, всем спасибо за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!